Примерно выросла цена в среднем на квадратный метр новостройку академического на 20%. Мы начинали со 110 тысяч за квадратный метр сегодня. Средняя температура по академическому району 138 с небольшим тысяч за квадратный метр. Первое. Мы на самом деле изначально заявляли достаточно высокие параметры. Качественные характеристики проекта. Вот, пожалуйста, лапомойка. Лапы помыть. Вот, допустим, мы выявили температурную аномалью. Температура минус 2 градуса. Вот, допустим, вот характерное мы слышим в звуке. Когда ремонт будет закончен во всех квартирах, а это года 3, у вас лифт будет чистый, современный и непопоцанный, вы можете подумать, что мы так много стоим и болтаем на парковке. Какой простор, ну вот сколько еще места сюда, грузовик может заезжать реально. Так, проверка сантехники, воды нету, да, все, замечание. Я говорю, воду не дали, все, воды нету, все, вот видите, капает вода, все, нет воды в кране. Все, критическое, квартиру не принимаем. Так, давай, нормуль. На самом деле пока впечатления очень положительные, я насмотрелась куча видосов о новостройках, в каком их бардаке сдают, и я была приятно удивлена. Сегодня обзор жилого комплекса Академ Центр. Ровно год назад мы с Ксенией Чернецкой снимали этот дом. А сегодня мы в формате было-стало, обещание-реальность, покажем вам вторую серию. Кстати, кто не смотрел первую, переходите по ссылочке и смотрите первую серию, чтобы понимать, что нам обещал застройщик. А сейчас мы посмотрим, как это воплотилось в жизнь. Сегодня я буду не один, помогать мне будет Ксения Чернецкая, и она ответит на три вопроса. Что изменилось вокруг этого дома, как улучшилась инфраструктура, как изменилась цена. И третий вопрос, а с чем сравнить можно этот ЖК? Ну, то есть, если вы выбираете квартиру, то на что еще посмотреть? Второй мой гость, это Александр Матафаев, ну, точнее, это я его гость. Он пригласил, а он, так сказать, хозяин этого дома. И он нам устроит экскурсию по МОПам, это места общего пользования, паркинг, подъезды, двор. Это все мы посмотрим. И третий мой гость, это настоящий гвоздь программы, ребята. Это профессиональный приемщик квартир Александр Гирин, директор компании Проэксперт Урал. Он приедет с инструментом и беспристрастно будет вести приемку квартиры. Сегодня выпуск просто бомба. Мой первый гость, это Ксения Чернецкая. Ксения, привет. Привет, Иван. Спасибо, что ты приехала второй раз, так сказать, делать обзор на этот ЖК. Мой первый вопрос. Как изменилась инфраструктура вокруг? Что нового, что положительного? Расскажи, пожалуйста. Ну, давай начнем просто по пунктам. Первый и самый главный пункт – это трамвай. Как раз история, когда ожидания реально совпадают. Буквально в трех минутах, наверное, пешочком находится трамвайная остановка. И да, трамвай в академический ходит. Второй важный момент. Компания РСГ Академическая уточнила планы относительно развития вот именно этого кусочка. Там появится пешеходный бульвар, который комфортно позволит жителям домов с этой стороны пешком, взяв ребенка за руку, добраться до новой школы на 1700 мест. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Второй мой гость – это Александр Матафаев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Примерно год назад вы нам рассказывали, как здесь будет город-сад. Все верно. Красивые фасады, дворы, мопы. Покажете нам их сегодня? Конечно, покажем. Супер. Давайте начнем с фасадов. Что с домами? Чисто визуально я вижу, что они уже закончены. Это так или что-то будет еще? Смотрите, мы сейчас с вами находимся со стороны улицы. Хотим сказать, что внешняя сторона фасадов всех очередей уже готова, кроме секции Г. Сейчас мы с вами пойдем в секцию А, которая у нас благополучно была введена в эксплуатацию в конце 2023 года. Здесь фасад уже в полной мере блистает, сверкает. Он красив, прекрасен. Сейчас такой тренд – делать территорию не только во дворе, но и снаружи, чтобы жители города тоже радовались. То есть вот здесь перед домом что-то будет сделано, правильно? То есть зелень, парковки, какое-то благоустройство. Все, что у нас предусмотрено в проект, он будет исполнено. Супер. Ну, идем тогда. Иван, смотрите, мы зашли с вами на территорию двора благоустроенного. Значит, у нас здесь предусмотрено концептное закрытый двор. Ну, в целом, мы одни из первых в академическом районе организовали концепцию закрытого двора, что мы можем себе здесь видеть. Слушайте, а точно в академии же везде дворы открытые. То есть ты вот так вот ходишь, в принципе, как раньше в Советском Союзе. Давайте посмотрим, что во дворе. Ребят, расскажите. Слушайте, ну, я смотрю здесь мафы. Мафы, я. Мафы. Смотрите, сделаны из деревяшек. Это круто, надо сказать, потому что очень часто ради экономии делают железки и пластик вот этот дешевый, знаете, вот разноцветный, когда глаз начинает выпадывать от этих ярких цветов. Все очень лаконично, стильно и экологично, я так считаю. Ну, рассказывайте, что это. Ну, все верно, да. Совершенно верно. Акцент идет у нас на дерево, на дерево живое, да, на дерево в малых формах. Ну, во-первых, оно так сильно гораздо приятнее. Ну, и для наших замечательных поп в любое время года все-таки на дереве теплее сидеть, да. Кстати, об этом тоже никто не задумывается. Вот это же фишка. Вот, например, железка, железка, вот скамейка железная летом, она же нагревается так, что там не сядешь. А еще вот вопрос. Вот сейчас забор стоит прямо посреди двора, то есть там территория будет еще продлена, да, то есть двор будет больше. Совершенно верно. А я правильно понимаю, что вот за этим забором уже школа начнет строиться? Да, совершенно верно. Это то, что вот мы смотрели, Ксения нам рассказывала, там футбольное поле, корпуса большие, там детский садик. Ну, то есть получается, что здесь что, из двора вышел и все, и прямо вот школа уже? У нас вообще идеальное место расположения, я считаю, да, то есть у проекта, да, с обеих сторон у нас идут пешеходные бульвары. Это просто, я считаю, кайф огромный с точки зрения логистики, с точки зрения безопасности. Ваш ребенок вышел из подъезда, вышел на пешеходный бульвар без перехода через дороги, светофоры и прочие там элементы, и через там, не знаю, две минуты он уже во дворе школы. То есть вы даже визуально можете наблюдать за ним, как он заходит в двери школы. Это мечта. Для родителей. Мечта. Это я как отец. Прыгнете. Ну, что тут у нас? Это у нас первый тело и тамбур. Кстати говоря, большой. Да, вот сейчас, смотрите, да, для удобства, вот, пожалуйста, сразу окно охраны, здесь для удобства сразу находится колясочная, также, пожалуйста, обратите внимание, домофоны, он тоже находится в теплом контуре. Ну, вот, пожалуйста, здесь у нас на первом этаже, рядом в секторе находится санузел, я тоже считаю, достаточно хорошего качества и уровня. Вот, пожалуйста, лопомойка, тоже позволяет без лишней грязи, обойтись без лишней грязи на этажах. Лапы помыть. Иван, мы лапы. Говорить о том, что мы собирали сделать какую-то парадную бизнес-классу, какую задачу себе не ставили, но наша задача была сделать... Ну, такая приятная входная группа. Мы приятная входную группу, которая в целом соответствует концепции проекта, да, академ-центр, который соответствует нашей цветовой грани, ну, и в целом материалы, которые достаточно износоустойчивые. Ну, и я всегда считаю, что любой интерьер, он должен, как бы, ты должен от него не уставать. Такой спокойный, умеренный, в целом зашел, приятно находиться, да. Ну, давайте, что у нас здесь есть? У нас есть зона ожидания, можно у окошка посидеть. Да. Я бы рекомендовал сюда пару деревьев поставить для уюта. Я думаю, что эта история еще обустроится, да, еще раз говорю, пока для удобства и логистики движения со стройматериалами, да, потому что часть, конечно, идет через паркинг, через грузопассажирские лифты, но в любом случае здесь это происходит. Я думаю, что пока вот в таком умеренном варианте представлено, да. Хорошая зона ожидания, то есть, обратите внимание, предусмотрены розеточки небольшие, да. А, можно телефончики вырежать? Да, вроде бы мелочь такая, но полезная, знаете, сидишь-ждешь, вот, поверьте, ну, вот подростки, ребятишки, они сразу у нас такой позиции будут пользоваться. Да, сразу хочу сказать, что мы уже на следующих проектах уже подумали о местах общего пользования для подростков, да. Знаете, такая интересная вещь, обычно же, ну, есть такая вещь, когда, представляете, игровые комнаты для детей, да, но почему-то думают в основном о детях. Да. А подростки, они, знаете, они вот по лестничным маршам, они, на улице, тыкаются, а вот это такой огромный сегмент, который сегодня, да, который на сегодняшний день, я пока на самом деле, я могу ошибаться, может, у меня не такая насмотренность, но я не видел проектов в Екатеринбурге, где предусмотрены места общего пользования, какие-то отдельные помещения, комнаты для подростков. На других проектах, да, мы уже... Я, кстати, вот прямо даже не подумал, но это очень крутая штука, потому что раньше, например, в подъездах собирались, сидели, и я сам тоже. Почему раньше? И сейчас это продолжается. Сейчас, да. Вы по переходным лоджиам, да, которые пожарные незадуменяемые считаются, да, там же обычно люди не ходят. Да, да, да. Там все тихо и спокойно, крут, верхний этаж, задите. То есть в вашем будущем проекте есть такое место, которое уединенное, вот они могут там как-то... Это первый этаж. Это, вот знаете, какой... Ну, то есть для них специально предусмотрено. Да, 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 то есть вот такая игровая, только там с акцентом уже на какие-то IT-истории, на использовании гаджетов. Пойдемте дальше. Пойдемте. Пожалуйста, мы с вами попадаем в лифтовой холл. Нам нравится, да. Ну, что я хочу сказать, мы проводим огромное количество экскурсий для наших партнеров-рилторов, для конкретных покупателей будущих. В партии все обращают внимание на высокие лифтовые порталы. То есть у нас лифтовой порт приходит от 2,2 метра, внутри 2,5 метра. Ну, хорошие высокоскоростные лифты. Отличный пример антиводального покрытия. На этом лифте можно возить крупноформатные керамограниты, плитки и прочее, там, паркеты, там, профиля, то есть сюда это помещается. Ну, круто. Александр, в прошлый раз, год назад, вы сюда нас заводили. Строй, гам, хлам тут, в общем, все завалено, а сейчас уже готовая парковка. Я вижу размеченные места, очень аккуратненько, уголки отмечены желтой, черной красочкой, чтобы никто туда не въехал, ну, то есть такая зона опасности. Но самое главное, что тогда меня поразило, это въездные ворота и вот эти спошенные углы. То есть это сделано для того, чтобы никто машину не покоцал правильно, чтобы хороший разворот и поворот был. Совершенно верно, вы знаете, это основная проблема, вот мы, ну, вот, хорошо это наглядно видно в тех же торговых центрах, да, заезжаете, там везде прямые углы и они все сбитые. Да, это значит, что кто-то машину себе помял. Это много слез. Какой простор, ну вот сколько еще места сюда, грузовик может заезжать реально, вот прямо одновременно заезжать и выезжать. Где-то ворота одни, на въезд и на выезд, стоишь, ждешь, пока заедет, понимаете. А здесь одновременно, заезжая, выезжая, не будет никаких столкновений, не будет никаких пробок. Я считаю, что вот в этих мелочах, казалось бы, вот есть качество проживания, качество жизни. То есть как вы этим пользуетесь? Это круто, очень круто. Достаем наш тепловизор. Здесь мы используем тоже оборудование для замеров воздуха, то есть параметров воздуха. Так, это термограмма, то есть мы здесь видим температурные поля, то есть теплые зоны, холодные зоны, да, и мы, соответственно, определяем источник возникновения, то есть что смотрим температуру на аномалии. Вот, допустим, мы выявили температуру на аномалии, да, температура минус 2 градуса, это промерзание на примыкании нижнего профиля и подоконника. То есть мы именно отличаем, где у нас идет промерзание через монтажный шов, а где идет продувание через резинку, которая может устранить регулировка. То есть это очень важный момент, потому что большинство просто видят, что есть какая-то температура на аномалии, а откуда она взялась, не делают анализ никакой. То есть вот здесь мы видим, что угол монтажный шов, он промерзает. Мы видим инфильтрацию воздуха и продувание через оконную створку, да, то есть здесь, которая регулировка добивается. Это устранимая проблема? Ну, у нас все устранимое, то есть здесь нет таких вещей, которые нельзя устранить. В стройке можно устранить все. Часто ли бывает такая проблема промерзания лопа? Бывает, да, но даже у одного застройщика бывают квартиры, которые все нормально, а бывают, где есть экспертические замечания. То есть, видимо, как бы разные руки, разный подход, то есть разные монтажники делают. И поэтому тут у меня застройщика зависит, а именно зависит от рук, которые это делали. Дальше мы осматриваем стены на ровность и отслоение покрытий. Проверяем показания. Проверяем двухметровым уровнем ровности стен. Отклонение от вертикали, от горизонтали. Значит, с помощью акустического щупа мы ищем отслоение и отслоение на штукатурном слое. Вот, допустим, вот характерные мы слышим звуки. То есть вот этот угол отслоился. Ну, вот даже если пересмотреться, можно увидеть трещину. Таким образом мы проверяем то, что мы глазом не увидим. В данной комнате мы проверили, отклонение по штукатурке соответствует нормативным документам. Стена ровная, по вертикали отклонения отсутствует, но имеется отслоение штукатурного слоя в данном углу. Я заметил, там небольшой уголок. Да, то есть уголок здесь и по вертикали, то есть вот эта часть, вот эта часть, она вот отслоилась. Если мы присмотримся, вот здесь даже микротрещина есть. Осмотр оконной конструкции производим. То есть проверяем, как открывается створка. Дальше производим осмотр всех уплотнительных соединений по периметру на порывы, на примыкание, на качество сварных соединений в углу. Дальше мы сверяем формулу стеклопакета с фактическим положением. То есть мы здесь видим, что у нас идет светоотражающий слой, да, покрытие зеркальное снаружи. Вот мы видим, что на данном стекле на обороте имеется покрытие. То есть формула стеклопакета соответствует тому, что на рамке и установлена в соответствии с формулой стекла. То есть получается покрытие, как обещали, сделано? Да, покрытие, как обещали, сделано. Оно имеется на внутренней стороне наружного стекла. И что важно, оно правильной стороной установлено? Да, оно правильной стороной установлено. Да, то есть бывает часто меняют местами, особенно когда, если энергосберегающий стоит в последнем формуле, часто он окажется на улице. Как этот инструмент называется? Это называется детектор покрытия пола пищи. Значит, следующий этап у нас идет проверка полов на отклонение. То есть мы двухметровым уровнем проверяем ровность покрытия пола стяжки. Ищем дефекты отклонения. В случае наличия каких-то отклонений, мы применяем специальный конус для определения величины зазора. Вот такой конус, который мы определяем и смотрим, какое у нас отклонение. То есть у нас здесь меньше 1,5 мм, то есть делим на 2,5 мм, то есть меньше миллиметра. У нас норматив предполагает, что стяжки в равном числое под полы для отжилых помещений должен быть плюс-липс 2 мм. Ну то есть в норме получается? Да, здесь в норме. Это прибор ОНИКС-2,5 для определения прочности бетона. Вот, то есть мы видим, да, что у нас стяжка в данном помещении 15 мегапаскаль в 10, да, что соответствует прям ровно-ровно нормативным документам. То есть стяжка у нас должна быть около 15 мегапаскаль по прочности. Мы сейчас проверяем вентиляцию. Дальше мы еще заходим и смотрим расход воздуха. Так, сейчас у нас приточка открыта, у нас открыт клапан. Вот, у нас сейчас идет скорость воздуха, получается 1,1 м в секунду, что очень хорошо для зимы. И расход получается 1,4 на 6, получается порядка 84 кубов в час у нас сейчас идет расход воздуха, что с больших запасов. То есть это хорошо? Это хорошо, да, то есть учитывая, что сейчас на улице зима, хороший минус, стяга больше. То есть летом будут показатели проектные, даже выше чуть-чуть, то есть есть запас. То есть даже можно вентилятор не включать, хотя он здесь установлен. Теперь мы проверяем садтехнику. Значит, открыли краны в бойлерной, проверили соответствие квартиры и кранов. То есть горячая, холодная вода есть, унитаз набирается, смывает, унитаз целый, закреплен. Дальше мы проверяем с помощью уровня уклоны трубопроводов, проверяем крепление к стенам. Далее мы проверяем площадь квартир, да, с помощью плазурного дальномера. Определяем площади и квартиры, то есть в соответствии договору. Александр принимает квартиры по всему городу Екатеринбургу и даже за его пределы. Опыт большой, многие ЖК ты посмотрел. Я хочу задать тебе вопрос. Ты осмотрел эту квартиру, каков вердикт? То есть в целом квартира в данном ЖК, они, скажем так, на 4 балла тянут. Это ты по нашей советской системе? По советской системе, да. Да, то есть есть замечания, которые требуют устранения, да, по ровности пола, по промерзанию оконных конструкций. То есть это обязательно нужно устранять. Есть моменты, которые здесь сделаны, как говорится, хорошо и подход виден качественно. Спасибо тебе. Александр, застройщики как огня боятся приемщиков квартир. Но тем не менее, вы согласились на то, чтобы я пришел со своим приемщиком и принял одну из ваших квартир. Во-первых, за это большое спасибо. Я очень ценю такую открытость и, надо сказать, отчаянную смелость. Потому что, как мы знаем, застройщики всегда что-нибудь да найдут и поковыряются. Как вы ожидаете этот момент? Потому что мы уже приняли квартиру, есть предикт. Что? Какие ощущения у вас? Что ожидаете? Ну, смотрите, насчет отчаяния, смелости, сразу скажу, отчаяния здесь нет никакого. Первое. Мы на самом деле изначально заявляли достаточно высокие параметры качественных характеристик проекта. Ориентированных на вещи, те, которые видны невооруженным глазом. Вещи, которые можно с помощью каких-то специальных технических средств проанализировать и проверить. То есть, насколько прохладно не прохладное помещение, качество стяжки и прочие моменты. Но эти вещи, которые мы не видим, не можем проверить. Сразу это качество сантехники и прочие-прочие элементы. Поэтому, то есть, наша задача была максимально реализовать те заявленные характеристики на проекте. И мы эту задачу успешно, я считаю, реализовали. А если мы говорим про открытость с точки зрения привлечения профессиональных приемщиков в квартиру, Я хочу сказать, что здесь несколько важных тезисов и позиций. Первое. Есть ряд ноу-хау для нас, как строительная компания, как девелтера, которую мы использовали впервые на проекте. И для нас важна обратная связь от покупателей. Но учитывая, что покупатели не всегда компетенты и глубоко разбираются в продукте, То есть, они, как и они, так и мы привлекаем профессиональных оценщиков в компании, То есть, организации, которые могут нам показать какие-то элементы, силу своей насмотренности, На которые мы по той или иной причине не обратили внимания или не доделали, быть может. Потому что нужно понимать, что стройка – это большой космический корабль, который строят люди своими руками. И здесь у нас много различных инструментариев, систем СРМ. Да, вы обратили внимание, когда откладку кто-то делает, подписывает свое имя, То есть, таких практических моментов. Но в любом случае возникают какие-то недочеты, мы это прекрасно понимаем. Идеала нет ни у кого. И нам важно сохранять эту открытость. Потому что мы таким образом собираем качественную обратную связь, Позволяющую нам в дальнейшем посмотреть те переделы, те работы, по которым нам нужно усилиться. Да, где-то может быть иметь подрядчиков, где-то может быть самим нарастить компетенции определенные. Поэтому я считаю, что мы эту задачу решаем. И на самом деле, как бы то ни было, зная качество продукта, которое у нас получилось, нам действительно... Значит, мы это видим, в первую очередь, по реакции покупателей, по реакции тех, кто собирается купить. Нам сейчас есть что показать. Мы сегодня это увидели, когда у нас есть квартира с готовой чистовой отделкой. Квартира, которая в формате Whitebox. И я считаю, что ту реакцию, которую мы наблюдаем, она в целом говорит о том, что мы идем правильным путем. Те недоделки, которые объективно существуют, наша задача к ним прислушаться. И максимально в короткие сроки, в рамках заявленных гарантийных обязательств, их устранить и решить эти вопросы. Ну вот, друзья, перед вами Александр Матафаев. Он прямо честно говорит в камеру, что все недочеты, которые будут встречаться, будут устраняться. Если вдруг по каким-то причинам это будет не так, пишите в комментариях, и мы об этом узнаем. Но, по крайней мере, если человек об этом открыто заявляет, то значит, так оно и будет. Хорошо, вот вы здесь купили уже, ходите, пользуетесь этим. Что можете отметить? Плюсы, минусы? Что вам нравится, что не нравится? На самом деле, пока впечатления очень положительные. Я насмотрелась куча видосов о новостройках, в каком их бардаке сдают. И я была приятно удивлена. Я с приемщиками ее принимала, буквально две недели назад, мы тоже похвалили. Нормально сделана электрика, мы даже почти ничего пересебирать здесь не будем. Нормально сделаны, в принципе, полы, стены ровные, почти где 90 градусов даже, на удивление. Вот, поэтому, какие черновые работы здесь будут минимальные. К тому, думали, что реально все под 100 будет. То есть вы приятно удивлены? Я на самом деле прям приятно удивлена, да, сделана нормальная. А вот такой вопрос. Вот вы наверняка уже взаимодействовали с текущей управляющей компанией. Ну, какие-то вопросы у вас появлялись? Пока нет, буквально сегодня буду договор заключать. Понятно. Еще не столкнулось. Понятно. Ну, а какие у вас вообще планы, так сказать, на будущее? Какой-то вот глобальный ремонт вы будете делать? Или что вы планируете? Ну, скорее косметически просто привести это все в порядок. Формить стены, свет, полы, заехать. В общем, в целом вы довольны? Я в целом, да. Спасибо вам большое. Второй вопрос. Внимательнее. Что с ценами на квартиры? Сколько стоило год назад? Сколько стоят сейчас? И что ожидается в перспективе? Слушай, ну, цены в академическом начали кусаться, я бы сказала. Они отрастили себе за 23 год. Вот такие зубы. Если мы будем с тобой сравнивать цены и их динамику за год, то примерно выросла цена в среднем квадратный метрного стройка академического на 20%. Мы начинали с 110 тысяч за квадратный метр. Сегодня средняя температура по академическому району 138 с небольшим тысяч за квадратный метр. Что в целом говорит о том, что, да, конечно, было и влияние рынка, но это еще подтверждает очень высокую востребованность локации. И мы, наверное, предполагаем, что рост цен в академическом как раз не остановится. То есть в умеренной динамике он продолжится дальше. Средний бюджет лота, ну, то есть абсолютная стоимость квартиры в академическом, 6,5 миллиона рублей. Это на миллион все еще дешевле, чем в Екатеринбурге. В Екатеринбурге в среднем квартира обойдется в 7,5 миллиона рублей. Что позволяет говорить о том, что район все еще привлекательный для молодых семей. Есть еще интересное предложение с хорошим продуктовым наполнением, с хорошей стоимостью. Поэтому, ну да, сегодня академически будет поддерживать этот вот плаг района молодых. Района, который позволяет комфортно перестроить свою жизнь молодым семьям. И такой привлекательный имидж позволит цене подрастать и дальше. И твой прогноз, насколько эта цена может вырасти за год? Конкретный прогноз по цене и по ее росту давать достаточно сложно, потому что впереди не простой год. Мы все понимаем, что у нас заканчивается годная ипотека, вероятно. Но давай так, в своих ожиданиях девелоперы, например, очень умеренны и говорят о том, что нас ждет некая такая стагнация спроса и, соответственно, небольшой рост цены в пределах 50%. Построили что-то, да, скачок в цене почувствовали. Сколько-то еще цена продолжает там умеренно оставаться в умеренном росте, потом снова ввели какой-то объект, да, и мы снова увидим, что на ценах близких домов это будет отражаться. Поэтому здесь мы говорим не в целом о росте цены в академическом, а о росте конкретно в этой локации. Так вот, друзья, как только появится школа, ваша квартира определенно подорожает. Покупайте сейчас, потому что, ну, это, наверное, будет достаточно выгодно. В общем, друзья, это мнение суперкрутого аналитика, я так считаю, потому что Ксения всегда полезна для застройщиков. Она для них готовит эти цифры и прогнозы, а также для простого обывателя, и у нее есть прекрасные ресурсы для этого. Поэтому пользуйтесь. Пишите обязательно вопросы в комментариях, я постараюсь на них отвечать. Супер. Третий мой вопрос касается выбора. Когда человек выбирает квартиру, он выбирает из нескольких каких-то вариантов. Что ты можешь сказать по этому поводу, на что обратить внимание, чем отличаются разные ЖК именно в этой локации? Ну вот давай важный момент отметим, что именно вот в этой части академического сконцентрированы дома, у которых более серьезное продуктовое наполнение. Хорошо, потому что если сравнивать вот по продуктовому наполнению, как ты это называешь, да, ну, то есть по плюшкам каким-то, то есть вот с этими домами старыми, ну, как старыми, вот, которые в академии уже построены, их сравнить нельзя, потому что это выше. Да, это уже доработанный продукт. По каким еще параметрам можно сравнить? Ну вот смотри, например, в этом же, скажем так, перекрестке стоит объект компании Тан Девелопмент, жилой комплекс старт, но он нарезан из студии. Ты можешь себе представить, что такое дом, там, высотный, где 90% наполненности, это маленькая нарезка квартир. То есть там, пришел, купил, пожил, уехал, сдал и так далее. Это не совсем комфортная инфраструктурная и социальная среда. Но надо понимать, старт будет, конечно, возможно, дешевле по бюджету, но это другой совершенно комфорт жизни. Ну, со знаком минус. То есть получается, туда вот с кем ты сравниваешь, то есть это вот, ну, такой молодежный вариант, вариант под сдачу. Этот вариант, он более семейный вариант, потому что здесь двушки, трешки, то есть уже, как бы, другой портрет потребителя. Да, можно сравнить еще, например, вот с объектом Первый Академ, который строится прям вот совсем рядышком. Но давайте на стадию готовности посмотрим. Да, здесь дом фактически, вот он готов, можно потрогать, посмотреть. Там, кстати, теперь сделали демоэтаж, и ты можешь даже уровень отделки, потрогать руками и выбрать что-то. Ксения, спасибо тебе большое, ты очень помогла, буду рад в будущем встрече. Да, рада помочь. Да, пишите в комментариях, насколько полезны, не полезны комментарии Ксении, и задавайте ей вопросы, она с удовольствием ответит. Буду стараться. Ну что ж, вот таким у меня получился обзор ЖК Академ Центр. В общем, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, шлите ролик вашим друзьям. Ну и всем пока, до следующих встреч.